Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Юлия, вы на канале Рука Дерии. И сегодня я предлагаю вашему вниманию чайку. Обычная, классическая чайка, связана по классической схеме. Уже не одну я такую связала, и летнюю у меня есть, и есть теплая. И вот я решила связать себе вот в таких вот цветах. Это моя любимая моя цветовая гамма. Узкий рукавчик, все хорошо. Тут она немножко такая свободненькая. Ну, как всегда, уголочек впереди. По спинке полосочки ровно идут. Средней длины. Ну, самая-самая простая, обычная. Минимум расчетов. И максимально удачный всегда результат. Описание под видео. Приятного просмотра. Начинаю вязать чайку классическую. Самую простую. Решила связать себе еще одну. У меня есть парочка летних, и одна есть очень теплая. А это уже будет такой весенний, ну, не знаю, пулловер. Ну, чайка больше на пулловер похожа, чем на джеймер. Значит, буду использовать остатки своих вот этих вот полушерсти, которые я покупала, когда на этой итальянской. Вот у меня есть такой цвет спаржи, и цвет темно-синева называется. Они между собой хорошо подходят друг к другу. И я решила вот это вот, их объединить и довязать. Здесь у меня больше трехсот грамм. Ну, и этот клубочек грамм, наверное, сто пятьдесят. Я даже не взвешивала. Но я подумала, что мне на полоски этого, назовем его, болотного спаржи, называется этот цвет, хватит. Кроме этого, буду использовать еще оттенки синего. Вот такой еще у меня есть. У меня есть вот такой вот совсем яркий. В принципе, он тоже сюда будет хорошо, если надо будет добавить немножко свежести, яркости. Вот так несколько оттенков синего. Есть вот такие клубочки у меня шерсти. Такой вот секционного окрашения. Но пока что думаю, что в основном буду только эти цвета использовать. плюс основном. Вот так. Я уже связала здесь обработку горловины сразу же на все лицевые и перешла на вывязывание классической чайки. Вот так это сейчас выглядит. Вот это впереди. Нет, извиняюсь, не это впереди. Вот это вперед, впереди две лицевые. Возле них я делаю прибавки из протяжек перекрученных. Сейчас делаю прибавки в каждом втором ряду. Вот я уже сделала. Сейчас скажу. Семь. Семь раз прибавила. Уже сделала тут несколько полосочек. Полосочки будут у меня, никакой системы не будет. Вот так вот как мне придет в голову в тот или иной момент, так и буду я вязать. Все знакомы с этой моделью, да, с чайкой, поэтому что-то тут пояснять. Наверное, это лишнее. Прибавки по семи линиям. Соответственно, вдоль этой линии прибавка слева от линии. Вдоль этих двух линий тут слева, тут справа от линии. Две прибавки справа от линии. И центральная прибавка с двух сторон от вот этой вот регланной линии. Назовем так. Сейчас расскажу, что там по петлям. Я не рассчитывала. Я использовала расчеты, которые у меня были для летней футболки. Вяжу на спицах четыре. Решила на четверочке, чтобы она была такая более тонкая. После стирки этот меренос, назовем его полушерсть, полумеренос, 50% здесь мереноса, она утолщается, эта пряжа смывается, пропитка, как с любой бобиной, и она, в общем-то, немножко забьется. Поэтому я вяжу четверкой. Вот такая, может быть, пока что такая она рыхлая. Структура. Ну, после стирки она будет более плотной. Как выглядит чайка? Чайка выглядит она так, с небольшим мысиком. Тут прибавки. В общем, тут прибавки по центру. Здесь у меня будут полоски. Вот так практически. То проймы, но, естественно, здесь тоже. Рука будет обычной длины. Здесь у меня просто ролик получился из лицевых петель. В общем, вот так. Здесь вот эти линии прибавок, они не совпадают с линиями регламные. Где-то вот тут, по центру будут рукава находиться. Сначала у меня прибавки в каждом втором ряду будут. Потом перейду на ритм прибавок в каждом третьем или четвертом. Там посчитаю по ходу вязания. Вот так тут, не знаю, может быть, резинка, а может быть, просто ровно. Еще не знаю. Теперь, что касается петель. На спицах у меня изначально набрано 133 петли. Чайка следующим образом рассчитывается. Все петли делятся пополам. Вот одна, вторая, одна, вторая. Затем еще пополам. Соответственно, здесь одна, четвертая, одна, четвертая. У меня это 34. Ну, условно, одна, четвертая. Там, если туда-сюда, то можно петельки, соответственно, переместить в ту или иную сторону. И пять секторов. Все одинаковые. У меня так 13, 13, 13, 13, 13 и 13 петель. И это, соответственно, всем. Ну, если относительно всех петель, это десятая часть. Одна, десятая. Прибавки делаются по центру. С двух сторон от регланной линии. Соответственно, в этих частях. Тут слева от линии, слева от линии. Здесь центральный сектор на спине. Слева, потом справа. И два раза справа от линии. Прибавки можно делать любым способом. Я делаю из перекрученных протяжек. Вот таким образом. Соответственно, тут палочки, тут прибавочки. У меня уже несколько чайок связано. Там более подробно показываю, рассказываю. Ну, в общем, вот так. Самая простая, классическая чайка. Довязала кокетку чайки. Такая симпатичная получилась. Синяя, зеленая. Убрала. Ой, вернее, прибавила. 20 раз в 8 кругах. В общей сложности получается 160 петель. 12 раз я прибавила через 2 ряда. То есть в каждом втором. И потом 8 раз в каждом четвертом ряду. Вот так выглядит линия прибавок. Сейчас найду. Вот так. Почти незаметная линия прибавок. Впереди. Вот так-то выглядит. Тоже все. Практически незаметный этот уголочек. Такой не очень явный. Теперь мне нужно разделить вязание на отдельные части рукава и тела. Делить буду в следующем образе. Сейчас на спинках у меня 293 петли. У меня было 133. Плюс я 160 прибавила. 293. Разделяю их следующим образом. 98 петель передняя часть. Почему чуть-чуть больше, чем спинка? Потому что она уголком идет. Поэтому на этот уголок мне нужно больше петель. 98 впереди. 95 спинка. То есть тело у меня будет 193 петли. На рукава по 50. И по 12 петель я сделаю подрезок. Соответственно, тушка будет по кругу вязаться 217 петель. И рукав 50 плюс 12, 62 петли. Теперь уже буду вязать отдельные детали. Все буду вязать по кругу. И рукава, и тело. После проймы уже провязала вот такую часть тела. Потому что сразу переходила на компенсацию вот этого уголочка. Добавляла укороченными рядами по 3 петли. Вот тут даже видно, где я добавляла. Пока не постирана, но видно по 3 петли. Потому что здесь уголочек длиннее, чем ровненькая спинка. Поэтому провязывается спинка. И каждый раз по 3 петли добавляется с одной стороны, и с другой. Практически уже тут соединила. Осталось чуть-чуть впереди. Хорошо получается. Скоро уже перейду на вязание по кругу. Пока что вяжу поворотными рядами. И пока не сойдусь вот здесь в серединке. Когда уже все петли соединю в круг. Если более подробно показать, каким образом я тут добавляю петли. Вот эта серединка у меня не довязана. Видно. Вот с одной стороны тут добавлен накид. И с другой стороны сейчас я до него довяжу. Вот я довязываю до места разворота предыдущего. Одна петля накинута. Петля или накид. Я провязываю вместе со следующей петлей. Раз, два, три. Добавляю три. Разворачиваю вязание. Делаю накид. И вяжу уже в обратном направлении. Соответственно изнаночными петлями. Если посмотреть изнанку. Тут с этой стороны. Сейчас. Вот видно где тут. Те накиды. Провязанные вместе с петлями. Для того, чтобы здесь все было ровненько. И не было дырочек. При поворотном вязании. После стирки это все выровняется, сгладится. Ну и так в принципе оно незаметно. Как будто так должно быть. Пряжа распушится. Она сейчас в пропитке. Потому что это бобин. Ну и так я продолжаю вязать. По изнанке. До следующего разворота. Вот сюда. Здесь точно так же провязываю этот накид с лицевой. Только меняю их местами. И три петли. И у меня останется вот так впереди. Пять петель. Получается. Да. Четыре. Останется четыре петли. Две средние. И по одной с двух сторон. Уже их буду провязывать вместе все. Замыкать круг. И переходить уже на круговое вязание. Чтобы вязать тело на нужную длину. Так сейчас выглядит чайка. Уже так хорошо я продвинулась. После того как здесь довязала. Компенсировала этот уголочек. Вот так выглядит спинка. Сейчас я уже начала вязать рукав. Связала тут несколько полосочек. Вот думаю может быть сделать рукава зелеными. Или полосатыми. Пока что я в раздумьях. В подрезе сократила петли с двух сторон. Сейчас на спицах у меня пятьдесят четыре петли. Вот тут. Сорок сантиметров спицы. Ну вот я наверное и уменьшать рукав сужать не буду. Будет он ровненький. Вот видно что подрезик я убрала. Ну в подрезе двенадцать. Ну убрала чуть-чуть меньше там восемь или десять петель. Тут конечно все индивидуально. Нужно смотреть по себе какой ширины рукав. Какая рука и так далее. Ну вот для меня вот этот вот объем на зеленую или количество петель на сорок сантиметров спицы. Это как раз то что нужно для ширины рукава. Ну в общем-то второй рукав еще я не начала. Тут пока что петли подреза еще на дополнительной пряже. Так что осталось совсем чуть-чуть. Сейчас я померю длину. Ну стандартная длина джемпера на мой рост это пятьдесят шесть пятьдесят восемь сантиметров. Сейчас у меня уже есть пятьдесят. Ну то есть мне осталось где-то вот шесть восемь сантиметров небольшой кусочек вырезать тело. И все. Чайка готова. Я уже ее постирала. Моя любимая серо-синя-зеленая цветовая гамма. Очень красиво получилось. Так мне нравится сочетание цветов. Сейчас я померяю. Пряжа стала мягкой, воздушной. Ну я уже из этой пряжи вижу не первое изделие, поэтому тут как бы ничего нового и я ничего другого и не ожидал. Значит ширина изделия 54 сантиметра под грудью. Длина, ну давайте скажем так, длина 50, ну 60 от плеча. Длина рукава. Рукавчик ровный. Шестьдесят три, шестьдесят четыре. Рукавчик. Вот так. Сейчас я покажу. Здесь. Убрала подрез. И здесь внизу я убрала вот так вот шесть петель. Два раза. По две петли, вернее, три раза. Так, шесть петель. Манжет связан на спицах два с половиной. Все изделие связано с спицами номер четыре. Нижняя планочка тоже на спицах два с половиной. Закрыта способом с накидом. Ну, в общем-то и все. Чайка и чайка. Всегда отличный результат. Всегда красиво, всегда здорово. Просто. Люблю я этот вариант вязания джемперов. Несколько штук у меня есть. Вот еще один. Если видео было для вас полезным, интересным, жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайк. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok